Иван Иванович Владимирович, поделитесь, пожалуйста, первыми впечатлениями о прошедшем матче. Мы провели два разных тайма. Первым таймом, в принципе, я доволен. И перестраивались правильно, и сопернику не так много позволили. Закрыли зоны. Был неплохой выход из обороны в атаку. То, что и планировали делать. Создали три хороших подхода, которые, к сожалению, не реализовали. Один из них был чистый выход один в один. Не попал в ворот. Куда же ничего было деваться не было. А второй просто провалили. И не считаю, что подарки такие очень существенные. Играру поет в своей шкафной, мяч летит в голову. Видно, заклинило, наверное, человек. И решил сыграть не головой, а рукой. Фенальти в исполнении вашего игрока, конечно. Реализовал. Но тут фактор второго гола сыграл свою существенную роль. Когда мы мячом владели, на ошибку допустил наш биолог. Удачно пробил. Хотя ситуация диктовала. Там вообще просто прием мяча. Играть можно было и назад. И куда угодно. Даже просто попроще сыграть. Не хватило в этой ситуации нам подсказок в задней линии. Таких у нас говоронов нет. Которые могут вовремя подсказать. Боремся с этим. Учим их правильно. Подсказывать, к сожалению, пока не на всех доходит. Характер такой. И середа вон, череда. Я говорю про заднюю. Середа играет с передней линией. Когда мы второй мяч забивали, если вы видели, момент вичао следить. Там просто у Белова мяч просто был под контролем. Но его накрыли. Отдай назад и все. Никакого момента не было. Такую форму команде давать. Это уже прилично. А потом уже раскрылись. Ряд замен пришлось сразу же сделать. С учетом того, что уже еще-то и ребятам дать возможность почувствовать накал борьбы. Более молодым тем игрокам, которые меньше выходят на поле. Старались. Старание было. В футболе не только одно старание. Тут еще. И мастерство надо иметь. И вот именно не ошибаться в простых ситуациях. Это признак мастерства. Чего нам многим не хватает. Это все туда, где подбор футболистов осуществляется. Которые могут не ошибаться на протяжении многих игр. Они использовали. Просто наши ошибки. На ровном месте. Илья Вячеславовна. А вот прям с первой минуты пошел открытый футбол. Там даже тяжело было сказать. Да я не видел открытого. Там просто люди исполняли свои обязанности в первом тенге. Если вы видели, у нас активно играли крайний хаву. Я к тому говорю, что последние несколько туров у Факева команды отбирали очки более слабо технически подготовленные игрокам, которые садились в барону всей команды. Мы садились, ничего не видел. А атаковали? Нет, мы садились, а потом атаковали. Эпизодический прессинг был. И достаточно неплохо он осуществлялся. То есть там шли передачи просто никуда, и мы справлялись. Эпизодический прессинг был. Ну, вы что хотите? Может, как Зенит, что-то на кровать кого-то? Или что-то еще? Эпизодический прессинг был. Но мы не садились до своего близких своих штрафов. Но иногда и пришлось нас вакин заставлял. Когда мяч под контролем не держали. Вот тут смысл заключался в том, что в первом тайме уладилось, а в втором не уладилось. Поэтому так уже и пошли. Ну, допусти эти ошибки, конечно, которые повлияют на первую мячу. Глядишь, может быть, и по-другому. Но это фуфу. Здравствуйте. Здравствуйте. С победой. Спасибо большое. В футболе, поэтому в игре ошибаются. И тут я же в том числе сказал, что кто меньше ошибается, тот считается мастерами. Игорь Вячеславович, при разрывном счете 0-3 была задача, во что бы то ни стало, забить. Забить сюда ход и футболисты-то чувствуют. У них обязанности нападать, забивать, украть полузащитников обязанности обострять. Нужно играть с первого до последнего, как бы счет не развивался. Хорошо сыграли, хороший мяч забили. Ну, тут вы, если про середуру сказать, то это вообще. Он может умудриться с пяти метров не забить, а сейчас дай ему пять раз отсюда пробить левой ногой и удачный попробуй. Бывает это. Был хороший забил. Там надо было в первом тайге выжимать, нам было бы, конечно, существенно полегче. Здесь уже и команда уверенность почувствовала, и поэтому вести с такой форой, конечно, для нас это не осколок, где мы там спасали при счете 2-0 и удалось спасти. Это флакин, и подборцы болезли по соответствующей, поэтому здесь сложности были. Нельзя допускать такие круглые ошибки с этой командой. Мы допустили, к сожалению. Вадим Васильевич, ну традиционно Ваше первое впечатление. Я понял. Очень тяжело начался для нас этот матч. На второй минуте потеряли игрока, который, в общем-то, из генерального штаба, который умеет развить атаку, направить ее. В общем-то, я не знаю, безусловно, не только это факт, но в целом, вчера мы проводили разминку, наверное, высшими лицевой. Поле такое было бетонное и жесткое. А сегодня вообще все плыло. И мы вообще не попали в игру. Еще и бескураженные потери в самом начале. Все вообще не получилось. Первый тайм на самом деле. Много ошибок, особенно передач. И какие-то контратаки, там, 2-3. Ну не то, что контратаки, а быстро атаки. То есть такой позиционный вообще ничего не было. И у локомотивов были моменты. Дело в том, что я согласен с коллегой. Кто меньше ошибается, кто-то выиграет. Но на этом поле без ошибок невозможно играть по ветке. Там все поедет. Все буквально. Ну, к счастью, что как бы в перерыве мы несколько поговорили, унесли коррективы. И свежие люди, в общем-то, унесли достаточный вклад в победу команды. Я считаю, что ведь у нас практически не было скамейки. Сегодня уже люди подходят. Плохо, что те, которые нагрузку многое понесли, тот же Шарипов травмировался. А так мы уже чувствуем, что можно усилить игру. Варьировать определенный и тактический вариант. Считаю, что команда 2-й тайм провела достаточно хорошо. Несмотря на то, что там может быть соперник ошибался. Просто ребята понимали, что затяжная 3 игры без побед, это тяжело. Надо выиграть. Они, в конце концов, порадовали им. Благодарен, что в тяжелых условиях выиграли непростую команду. Непростой хороший командор. Пожалуйста, вопрос. Вадим Васильевич, после больших побед бывают маленькие поражения. Вы не понимаете, что отрицательный роль сыграет сегодня крупный разгром Лисов? Я не думаю, потому что задача-то очень высокий. Некогда праздновать победу локальной. Надо идти дальше. Не думаю, что в команде игроки, в том числе и молодые, серьезные ребята. Они не шатаются по ресторанам, не гуляют особо. Все на глазах у меня на базе живут. Поэтому должны отнестись к этому серьезно. Правда, мы дали немножко больше положенного отдыха. Но надеюсь, что все будет нормально. Насколько готовы уже играть Антипинга, Скрыльник? То есть они в основе пока не готовы? Ровно настолько, насколько я их еще не выпустил. Потому что мы очень долго индивидуально беседовали. Костя готов на полный тайм. Он подтвердил свои слова. Антипинга пока нет. 20 минут, максимум 30. Кузнецов 70 минут. Где-то примерно можем рассчитывать комисов. Тоже где-то в районе полчаса. Кстати, я не то, что снял, что комисов был там худший. И не поэтому. Просто тогда, когда случилась эта травма, он был наиболее подготовлен. То есть растянут и готов. Мы эту замену делали как можно быстрее. Конечно, если было бы всего заменой 3, безусловно, наверное, вышел бы сразу Кузнецов. Но так как их 5, думаю, что мы не очень многим рисковали, когда его выпустили, закрыть дырку в данный момент. То есть Кузнецову надо было бы еще разминаться, удлинить время, он вышел через 8 минут. Не дай бог, что-то случилось. Поэтому вот, к примеру, в таких масштабах. Ну, думаю, что к игре они будут прибавлять в объеме. Уж шариков приводящих? Нет, задний. Это плохо. Это плохо. Я думаю, что по поемнику не так страшно. Ну, надеюсь, потому что он вовремя остановился. У него приводящих схватил. Их щелчков еще не было. Надеюсь, что он отойдет. К шарику он голову коломать как. По какому пути идти вставление.